здравствуйте дорогие друзья оказывается игра под названием поскриптум еще жива и разработчики недавно выпустили свои дневники разработки давайте-ка посмотрим вместе с вами на чем они работают конкретно в этот период времени хотя онлайн в этой игре уже продолжает не радовать там порядка 500 600 людей собирается ну русского комьюнити там все становится меньше и меньше поэтому это все сказывается и тем более мод который я когда-то надеялся что выйдет под названием bloody fall вроде бы так он назывался ну то есть добавление фракции ссср тоже что-то задерживается говорили бы будет тесте в начале лета но уже первый месяц перевалил за середину и а теста до тех пор нету ну что ж как говорится ничего страшного давайте-ка посмотрим на чем работают разработчики теперь ну как мы видим что на разработчики продолжают работать над техникой предыдущем обновлении они добавили бронепробитие своей техники то есть может может быть рикошет и тому подобное там по модулям добавили более детально там новые эффекты от попадания новые эффекты от рикошета все в этом роде ну а в этот раз они добавили новые систему посадки в технику так как вы видите на видео мы можем просто запрыгнуть на танк и через лючок лючок будет анимировать открываться и через лючок вы можете сесть на место там стрелка либо же командира пишут разработчики что большинство игроков хорошо знакомы с ошибкой смещения когда персонажи смещены относительно транспортного средства из-за чего эти персонажи будут парить в воздухе или иметь странный угол когда они находятся в транспортном средстве это старая ошибка ядра ови которая долгое время была для нас проблема ядро нашей новой системы вождения была сосредоточена на создании новой системы сидений посадки в технику и попытки навсегда устранить эту ошибку при разработке новой системы сидений мы также хотели решить проблему связанную с входом и выходом экипажа танков из танка нам нужна была система которая позволила бы игроку сразу садиться на соответствующее место а не иметь места после входа в автомобиль но мы также хотели сосредоточиться на том чтобы не допустить попаданием бронетранспортера в танк под любым углом то есть теперь вы сзади либо же лежа не сможете сесть транспортное средство нужно подходить на крючкам желательно например чтобы сесть на место водителя вам нужно будет залезть на бак и войти на место водителя взаимодействие с трюком ведущим к месту водителям это позволяет всем игрокам сразу же запрыгивать на свои места без необходимости иметь дело с переключением мест а также побуждает игроков быть более осторожным с тем как и когда выходить из танка игроки по прежнему могут переключаться между местами использовать ту же раскладку клавиш что и в предыдущей системе от простого выглядывания из люка до полного раскрытия и выпрыгивания это имеет свои преимущества и не недостатки так как полное раскрытие себя позволяет вам получить наилучший обзор но вы сильно подвержены вражескому огню выглядывание будет действовать как золотая середина между входом и выходом давая вам некоторую защиту от вражеской пехоты еще одна фича которая будет добавлена в следующем патче мне она очень напомнила сразу же и групп хайла сус на которой эта фича была на релизе а именно ручная передача и приходная механика в этой степени полностью сломали существующую механику вождения и построили ее с нуля теперь вместо воображаемой автоматической трансмиссии танк управляется редуктором и дроссельной заслонкой отличие этой системы от старой заключается в том что вы больше не нажимаете кнопку для движения вперед и назад а вместо этого управляете дроссельной заслонкой вверх и вниз это означает что игрокам больше не нужно удерживать клавишу чтобы продолжать движением вместо того они могут установить дроссель на определенном значении и это влияет на скорость разгона танка для водителя это означает что он имеет гораздо больше контроль над скоростью движения своего танка что позволяет ему больше адаптировать скорость конкретной ситуации честно говоря на самом деле это прикольная тема потому что в некоторых моментах тебе нужно чтобы медленно проехать какой-то участок чтобы параллельно не останавливаться на одном месте не быть хорошим мишенью но в то же время позволит вашему стрелку наводчику лучше прицеливаться на небольшом ходу поворот танка в основном осуществляется путем торможения одной или иной гусеницы это означает что с новой системы танка не будет так сильно дрейфовать из стороны в сторону что требует меньшего постоянного вмешательства со стороны водителя чтобы танк продолжал движение прямо вождение танка означает согласование ваших оборотов с вашей скоростью поскольку при изменении скорости вам нужно будет регулировать свое снаряжение чтобы поддерживать достаточно высокие обороты чтобы вы не остановились это заставляет водителя уделять больше внимания своим приборам во время движения а также местности по которой он движется еще одно важное изменение механики вождение заключается в том что разные поверхности для вождения будут влиять на поведение вашего танка движение по дороге позволит вашему танку достичь максимальной скорости но вы рискуете столкнуться с минами противотанковыми орудиями или вражеской пехоты качестве альтернативы вы можете подъехать по бездорожью и потерять максимальной скорость но очевидно вы не подвигаетесь такому же риску подорваться на мине противотанковые орудия либо пехоту если конечно вам не повезет мы также переделали большую работу по обеспечению того чтобы физика работа так как вы ожидаете от танка танки должны казаться тяжелыми и несколько неуклюжими управлений но они должны иметь возможность относительно легко преодолевать объекты и пропасти наша старая система не было такой но и дальнейшее изменение это касается юзер интерфейса что касается нового системы введения движения танка и непосредственно обозначение повреждения модулей танка и тому подобное в общем-то газ тормоз обороты передачи топлива повреждения модулей танка но в общем то вы поняли ну что ж друзья вот такой вот небольшой дэвблог от разработчиков по скрипту да действительно они работают очень медленно как будто их там ну до десятка разработчиков там тестеров очень они медленно когда выпускает свои обновления и постепенно по скрипту хоть пока что лично для меня остается наилучшим симулятором тактическим симулятором военных действий во второй мировой войны мультиплеерным но постепенно он начинает уже сдавать свои позиции благодаря тому что разработчики очень медленно разрабатывать свою игру и добавляет новые фичи но в целом принципе если будет нормальной комьюнити можно будет еще поиграть если у вас кого-то есть под скрипту пишите мне в дискорде обязательно с вами поиграем ну а на этом большое спасибо за просмотр всем удачи и пока